Но чаще любят просто за себя молиться. И нам тяжело бывает иногда пойти и молиться за других. А мне Бог дал такую смелость выходить и начинать молиться за людей вокруг. И даже на улице я молюсь за людей. И у меня есть сейчас смелость не бояться людей. И я вдохновляю вас верить, что у вас также есть сила от Бога для этого. Что вы также можете выходить на улицу и благословлять людей. И даже не обязательно на улице вообще. Но хотя бы начните с друзей, соседей ваших. С людей, которых вы знаете. Вчера я спрашивала, подумайте, какое количество людей вы можете молиться, чтобы привести их к Иисусу. И многие из вас в песне, что довольно-таки за большое количество людей. И я хочу сейчас услышать от вас, вы готовы вообще пойти и служить друзьям вашим? Слышать друзей ваших. И молиться за нужды людей. И приводить их к Иисусу. Скажите мне, вот вы боитесь это делать? Какие возможные проблемы вы видите в этом? Что могло бы остановить вас в этом? Я хочу обратную связь от вас получить, ответы. Что, какие проблемы вы видите? Первое. Вдумайте, что вы уже готовы это делать. И также, что может вас остановить на пути к этому? И как можно это превозмочь? Окей. Ну, что-нибудь вот поделиться вообще для начала. Вы уже пробовали так делать? Молиться за друзей своих. Так, чтобы они почувствовали, ощутили Духа Святого. И привели их к Иисусу. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, было, да. Я молился за Духа Святого. Я молился за Духа Святого. Мне же не было даже веры, потому что он такой был вообще шумоголовый. First, I didn't even have enough hope and faith to pray for him. Because he is very... ...харried. Окей. And then? А что потом? Как то что? Потом я молился долго время как-то за него. Потом уже даже перестал молиться. И что время как-то он мне сам позвонил. И когда мои-то говорили еще так и так. И позвонил на помощь, да? И позвонил на помощь, да? Да, я его отправил в центр. Сейчас он служит. Сейчас у него желание стать важным. So he said that he prayed for this man. And then he even stopped praying. And then that friend of his, he called himself and said, I have a problem, please come and pray to him. So that man called him and asked him to come and pray. And then now this friend, he serves in the rehabilitation center. And then he even wants to become a pastor. So God changed his life. Окей, great. Здорово. Здорово. So your prayer for the person changed the person's life, right? То есть получается, молитва ваша влияла на вообще всю жизнь этого вашего друга, не изменила его. А так вообще как бы, ну, интеллективовать бывает не то, что страшно, а как бы, ну, не знаю, как все так. Но тревога какая-то, а, 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 а. Это нормально, что есть страх у вас. Я лично на себя скажу, но я думаю, что это не только у меня. Когда я молюсь за других людей, бывает, я чувствую неприятные ощущения какие-то в руках. Иногда бывает воздействие какое-то. Вот это у меня бывает. Я скажу это для себя, но я думаю, что это комфортно для других людей. Когда я лично молюсь за других, я чувствую физически какую-то тенцию, как в моих руках или что-то, и это меня боится. Какая-то тенция, какие-то неудобные ощущения в моем теле, в моих руках, как я молюсь за людей. И это меня боится. Я не понимаю, что это такое. Когда руку возломаешь, умирает нормально, а бывает иногда антимение какое-то, аж как сводит руку, что-то такое. А бывает просто как что-то, знаете, темное такое. Какое-то, что я чувствую, как сомненькое, какое-то неудобное ощущение, когда я поднимаю руки на людей. Неудобное ощущение. Да, физически, как сомненькое. 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 А я не знаю, что вы упадаете. Не, нормально. Сомненькое. Сомненькое. Так только когда за других молитесь, да, бывают какие-то ощущения? Не всегда. Но оба. Иногда. 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 Окей. У меня было два случая, когда я молилась за двух алкоголиков. И они оба болели. и помогли за них. Они приняли Иисуса и Бог устилил их. У меня была ситуация, когда я молилась за двух человек, которые имели алкоголизм. И они унили проблемы со здоровьем. И я молилась за них, поэтому я молилась за них, и они отдают проблемы со здоровьем. На здоровье со здоровьем. Да, поэтому я молилась за них и Бог имел их. Хорошо. Хорошо. Тогда вы пытались им LEAD-хватить в Гриссея? А потом вы к Иисусу проковывали их в Киеве? Они покаялись. Да, они принимались в Киеве. Я молилась, вот как вы говорите, только я смотрела, я научилась этому, по телевизору смотрела, что церковь возрождение в Киеве есть. Я использовала техники, которые вы показали, но я также научилась, что на телевизору есть в Киеве есть в Киеве. Я научилась это. Там существует определенный порядок. Сначала молишься за людей, просишь Бога, чтобы Он благословил их. There's a special order when you pray, first you ask God to bless the people. Then you say the prayer of repentance. And then I pray that God will heal people and God heal. Я молился за двоих своих друзей, как было возможно за двоих молиться, я молился. И вы знаете, я чувствовал просто, что они не принимают, и трудно им было говорить об Иисусе. Как бы я видел, там было исцеление и все, но они это не приняли. И по этой причине как бы, ну, немного это меня останавливало. И как бы огонь этот потухал того, чтобы молиться за других людей, просто за того, что они не принимали. Ну, вот после вот трех дней, вот вы нас учили, как-то не знаю, ну, сейчас огонь так загорелся, мне что-то вообще стало как-то по барабану идти молиться, а меня как-то ничего не остановилось. Не знаю, ну, такие вот ощущения вот. До вашего приезда как бы было вот так вот. А после этих трех дней, когда вы нас учили, ну, как-то так огонь загорелся, и не знаю, уже не страшно что-то ничего. So, I prayed for two of my friends, and I felt that God wanted to bring healing to them, etc., but they didn't accept that, and it was hard for me to continue to pray, because they were kind of rejecting it. So, I already became discouraged, but then after three days of your training, I feel that God's power is encouraging me again, and now I'm ready to go and do that. So, here is a failure, that when people reject. То есть, вот это вот отвержение, как бы, да, вот это вот, оно тоже мешает часто. Okay? Может, еще что-нибудь хотите поделиться? Какие-нибудь свои вот ощущения, свидетельства или какие-то проблемы, с которыми вы сталкивались? Я не хочу. Еще поначалу, когда я училась молиться, и вот я ходила на группу, на домашнюю, и там у женщины, у нее муж инцут, и мы за него молились. И огонь так сильно-сильно сошел, и я на него так думаю, ну сейчас, раз руку, меня как отбросило, хорошо, что кресло было, прям полетело в это кресло. А потом Дух Святой сказал, что когда ты молишься за кого-то, надо говорить, что Господь, и злей, и злей этого человека, и так прими, прими, пойми, не назвать. И тогда все хорошо проходит, и так получилось. Что случилось? То есть, когда ты молишься за кого-то, и так прими, 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 если знаешь имя по имени, то безыскать. И так прими, 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 прими. И так прими, 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 прими. Много таких эпилептических припадков, за людей молимся и все нормально, остаются живы, болят, органы внутренние молимся и исцеляются. Не у всех, конечно, я понимаю, что нужно молиться, кто хочет, а кто не хочет, нет смысла молиться. Я просто пробовал, когда люди просят таблетки, ты молишься за них. Они как бы меня так, еще на смене, вы знаете, я думаю, не нужны столько таких моментов. Можно спросить, как таких моментов. Когда просят таблетки? Ну да, там за таблетками, больше в медицину верят, а не в Бог. Есть и вопросы, когда он prayed с кем-то, он разошелся в медицине и потом у него был плацома. Он прошел и потом она была обедомлений. И еще есть ситуации, когда они прессовы, которые были уничтожены, и они были уничтожены. И сейчас он спросил, когда вы прессовы, если человек не верит, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет. Он должен прессоваться, или нет? Я думаю, когда человек не хочет, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет. Иногда людиalloи более на медицин, чем на Бог. Он должен прессоваться. Ну, смотри, если люди вообще не против, чтобы ты помолился, то есть, да, даже верят они или не верят, все равно молись и как бы возгревай их веру тогда, чтобы они, ну, еще больше верили. Иногда они просто думают, ну, хорошо, но нужно же попробовать помолиться, вдруг сработает. То есть это нормально вообще. Но, конечно, мы хотим вдохновлять людей, чтобы они имели веру и доверяли Богу. И иногда я просто говорю людям, ну, попробуйте, ну, хотя бы посмотрите, может быть, это в вашей жизни сработало, да, как бы, что вам стоит. Помолитесь, примите молитву, вот. То есть обязательно, да, сам, если человек, ну, хотя бы он, может быть, и не видит в этом смысле, но хотя бы сказал, что да, ну, как бы, если желаешь. Да, если человек желает, если человек, ну, нет смысла. Да, если человек вообще отвергает, говорит, не надо молиться за меня, как бы, зачем, ну, понятное дело. Но мы можем попробовать привести человека, обратно же, как бы, в воскресенье веры, да, если он, как бы, захочет уже, тогда, да, молиться за него. А так еще я замечаю, когда человек принимает Иисуса Христа, и он за два-три дня, у него происходит огромное изменение уже. Реально меняется, цвет кожи даже меняется. Мана и становится речкой, и опять. Ну, «Мана, я хочу узнать, как человек, человек, если, я。。Queen, он убеждает, что mejorar его речку, не становится тем, что такая метод界, или. Sports амер все же, если Ottwin So want to say that when I see that a person receives Jesus, the person physically is being changed. Like, after three days, it's totally another person, even the color of the skin may change. То есть начинается. Вы mean, the person is being changed by Jesus? Да, и даже, что если человек, всему же, он, не знает, что, когда с небом, он 자щит, что básicamente, he осуществует... modем Бог... Ум... То есть первое, мы молимся о том, чтобы Иисус работал жизнью человека. И даже если есть какие-то изменения, улучшения и исцеления, но мы не можем гарантировать, что вот тот человек исцелится полностью от болезни. Но если только тебе поконкретно скажет, что я исцелил этого человека, мы сами не можем ничего обещать. Смотрите, поскольку у меня время на самом деле очень короткое. Короче, пожалуйста. У меня свидетельствует. Я хотел бы сказать, когда вы в первый день приехали только, и здесь была служба, и вы молились. И у меня уже, в принципе, давно болели почки. И одна из сестер подошла сзади, но она, не знаю, ваш, китай, китаянка, взяла сзади за почки и молилась. Но она долго молилась, минут 10-15. Ну, с того дня, вот сейчас уже дня 3-4, никаких болей, нормальностей, я хорошо чувствую. Когда вы приехали на первый день, мы были пройтись на людей, я приехала сюда, и у меня были проблемы с моими китями. И одна из женщин, которая приехала, она приехала от беда, положила руки на моих китями. Она не знала. И она попала мне много времени, около 10-15 минут. И теперь я могу сказать, что я healed. Праздно, Господь. Я еще хотела поделиться. Я думаю, что это пригодится вам из моего тоже опыта. Я ходила и говорила, несколько раз там вспоминала и говорила, Господь, пусть Твоя исцеляющая сила постоянно течет во мне и через меня. И через какое-то время эта сила стала течь постоянно, очень сильно. И я не могла спать. Я ложилась спать, с рук течет, везде течет. А я люблю подушку обнять. И тогда застаивается сила. И прям вот, ну очень, я мучилась всю ночь. И вот несколько ночей я вообще не спала. Я говорю, Господь, ну что же ты такое? Вроде как я и сама и просила, ну так же тоже нельзя. Мне же спать надо. И Дух Святой сказал, ну ты же сама сказала, пусть постоянно течет. Надо было всего-то сказать, что перестань. Пусть течет только тогда, когда я руки возлагаю на больных. И прошу тебе, чтобы пусть сила твоя течет. Тогда и течет. Так что надо говорить. Продолжение следует... Она постаралась, что Господь, что Господь стоит на ней. Про Господь, что Господь будет идти в течет. Про Еду. И Господь ей так это такое. И она всегда чувствовала, как Господь на ее руке. И даже когда она уйдет, она чувствовала, что она уйдет, и потом она спросила, «Год, я спросил тебя, но я не могу даже уйдеть за несколько дней». А сколько вы чувствовали силу постоянности? Да, я три дня вообще не могла спать. Я бы сказала, что если Бог дает это, не говорите Богу, чтобы он прекращал это. Нет, так мне Дух Святой подсказал, что я же сама говорила, пусть постоянно течет. А надо было сказать, что пусть течет только тогда, когда я руку возлагаю на человека. Но Господи сказал мне, что ты просил меня, но ты просил меня, но ты должен быть лучше, чтобы ты просил меня, когда ты просил меня. Но я хочу сказать, что люди, которые получили силу, которые получили силу, за всю неделю, которые не могли даже остановиться. Одна женщина, Heidi Baker, она не мог даже остановиться. Да, когда она ходила врач-рум, она должна быть помогать за alguém, но она получила великое анноиндие. была одна женщина Хайди Бейкер вот она вообще на целую неделю получила вот это, учила она даже когда в туалет ходила говорит, не могу оставить, нужно было, чтобы ее держали то есть как бы если это есть если человек получает этот помазай нужно как бы его держать и Родли Хайвард Браун the man with strong anointing of the joy of the Holy Spirit he kept laughing for three days и какой-то мистер Браун тоже, да, он получил этот помазай но вообще-то не осмеялся, не мог остановиться и мое, мы просто, ну, предложение все-таки, если Бог что-то дает все-таки не просить его, чтобы он останавливал поэтому вопросы, давайте сейчас у нас конкретные вопросы время немало пожалуйста, и может еще какие-то вопросы, да? что именно когда нас конец? нет, вопрос вопрос в случае это много когда ты начинаешь его передать, начинаешь проповедовать начинаешь ладить, и тебя реально начинает ладить и что вам нужно делать? и что вы делаете? и что вы делаете? что вы делаете? как там вы делаете как вы делаете Конечно, когда мы молимся за людей в ингредиентном, понятно, что случается гонение. И даже Иисус говорил, что и с вами будет такое. И мой ответ будет, никогда не переставайте сидеть, садеангелизировать, даже если вас угодят. Да, но нам нужно также быть мудрым и принимать правильные решения о таких ситуациях, чтобы избегать по возможности этого. Но иногда даже и не можем это предотвратить. Ага. А есть какие-то определенные симптомы, когда человек обладает силой, что он сейчас помодится, и человек устрелится? Симптомы у этого человека, который молится? Да, да, это физически молотно. Прон рука, как говорится, при молоте. Ага. Да. Ага. 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 будет чувствовать, что на физическом уровне будет исцеление, надо молиться. А кто-то может вообще ничего не чувствовать перед молитвой за исцеление. И часто просто человек говорит, что о, я исцелился, и тогда тот думал, ну, вообще, хорошо. Окей. Сейчас по поводу страха поговорим. У нас у всех есть страх перед евангелизацией и преследованием. Но Иисус говорит нам, что все под Его властью. И даже те люди, которые страдают за Иисуса, Иисус их помнит и вознаграждает. И, конечно, нужно время, чтобы в себе выстроить вот эту вот смелость. И когда маленькие даже гонения, все равно какая-то должна быть смелость. Пример вот такого вот маленького гонения, когда вы просто молитесь за человека, а человек просто смеется, скажем, в лицо. И вам это нужно в своем сердце превозлагать. И просто говорить, ну, Боже помнит, что я делаю. И то, что я делаю, это угодно Госпусу. Поэтому я просто буду продолжать свидетельство. И вот так вот ваша смелость будет возрастать. Когда я только обратился к Христу, Я прочитала маленькую книжку, которая называлась «Страдание за Иисуса». И в книге я прочитал, как многие люди, они переносили разные роды гонения за Иисуса. И в то время я задал себе вопрос. Если вдруг кто-то наставил на меня пистолет и вообще сказал, веришь ли ты в Иисусу или нет, ну, как бы, или я убью тебя, да? Если ты не веришь в Иисуса, я тебя отпущу. И я вот думала, что бы я ответил. И тогда я сделал для себя вывод, что я готов умирить за Иисуса. И в течение, потом, долгого времени я после этого обдумывала, эти ситуации обдумывала. Я слышал, как многие террористы по-разному там мучают людей. И я думала, вот если бы меня так мучили, продолжала бы я дальше исповедовать Иисуса. Но я знаю, что, знаешь, если мы отрекаемся от Иисуса, то мы теряем свое спасение. И это бы также повлияло на других христианин. И это, конечно же, не было бы угодно Богу. И Бог может дать нам эту силу и смелость противостоять гонению. Я даже себе представлял самые жуткие ситуации. Если бы меня долго-долго мучили. И я себя утешала следующее. Я сказал, что человек не может страдать слишком долго, и потом он умрет. Все равно, как долго бы не страдал человек, все равно человек потом умрет. И все равно думал, что, ну, пускай даже они меня долго будут мучить, но не могут же слишком долго. Все равно я в итоге умру и пойду к Иисусу. А потом я говорил, ну, Господь, Он же так же может мне дать силы вообще не испытывать боли, да, когда, например, меня будут избивать или что-то. И я также вот вспоминал Иисуса, когда Он говорил, Господь, вот, Дух Мой, да, вот, отдаю в руки Твоей, я так же думаю, что, ну, я же тоже могу говорить, Господь, вот, возьми душу Мою. Ну, Иисус, Он всегда, вот, даже все эти ситуации с гонениями, все равно все в своей руке держит. И Иисус говорил, когда вас гоните, думайте о том, что говорить. Бог научит вам, что отвечать. Итак, если Бог нас научит тому, что отвечать во время гонений, Он также знает наше страдание. И Он может нам проще в этих ситуациях также. И также в таких гонениях люди принимают большую помощь от Бога. Как вот Павел, например, да, слышал, что Бог будет защищать его. И так вот, я всегда держу в своем разуме, что, если случить что-то, я всегда буду просить Бога, чтобы Он защитил, укрепил. Но я принял для себя решение не отвергать Иисуса. И многим из нас вообще не придется с этим столкнуться. Чаще всего просто люди могут посмеяться над нами. Или люди могут что-то неприятное говорить нам. И нам нужно просто сказать, что Иисус, я готов вот эти страдания перенести за Тебя. И что я никогда не трекусь от Иисуса. Если вы готовы же просто не отречься от Иисуса, тогда вам нечего бояться. Потому что вы всегда можете просить Бога укрепление. И дьявол использует страх, чтобы связать людей. И тогда люди из-за страха ничего не могут делать для Бога. Из-за этого страха. И они думают, что их жизнь защищена. То есть, я не думаю, что они могут как бы сами себя защитить. Но вопрос уверен, что Бог нас защитит. Доверяем ли мы Ему или на себя полагаемся. И я надеюсь, что вы просто будете полностью доверять Богу. И превозлагаете всякий страх. И, конечно, это процесс, когда вы свидетельствуете незнакомым людям, вам нужно будет эту смелость выстраивать с каждым разом. Помню, как я впервые свидетельствовал в автобусе людям, в общественном транспорте. Я молился Богу за человек, кто сидел рядышком со мной. Потому что в своем сердце я чувствовал побуждение от Бога. Это не голос конкретно, просто чувство, ощущение повреждения Бога молиться за этого человека. Но я чувствовал себя некомфортно свидетельствовать в автобусе. И я просто молился за человека. И чем больше я молился за него, тем больше я не мог уже потом сдерживать до этого желания свидетельствовать его. И в итоге я засвидетельствовал его прямо на автобусе. И после этого я свидетельствовал в большом количестве людей, в разных других ситуациях. То есть вот эта смелость, я о чем говорю, она обустраивается с шаг за шагом. И как вот мы вот в этих маленьких ситуациях, с маленькими верениями, проходим это, и потом мы просто будем уже не бояться того, что люди думают, скажут о нас. И Бог благословит вас великолепно за эту смелость. И вот про вашу историю, да, что когда молитесь, чувствуете, какая-то сила тьмы, да, вот что-то, ну, как помешает вам молиться. Как мы можем себя защитить? Нам нужно иметь, в первую очередь, близкие отношения с Иисусом. Потому что Бог, да, Он будет защищать нас от всякого рода зла. То есть первое, да, как бы всегда молиться, как бы, да, и вот эти отношения близкие с Богом уметь. И верить в обетование, да, в Библии. Да, что Бог дал нам власть наступать на змеи, скорпионов. И разрушать дела тьмы. И что нет ничего, что может навредить нам. То есть вот такая вот вера, да, она должна нас укреплять в том, чтобы не бояться. Да, и нам нужно вот как-то справляться, разделаться вот с этими какими-то негативными страхами, да, в каком-то подсознании, которое вот восстает, да, говорит, там, не получится или еще что-то. Нужно научиться являться вот со страхом, с зачарованием. Я вообще для себя решил вообще никогда никого не гневаться ни в каких ситуациях. И все встречается со спокойствием. Всякие ситуации встречаются со спокойствием. Чтобы эмоции, да, они не захвыстывали меня. Потому что это дает лазейку для дьявола. И так может сила, да, как бы от нас уйти. И многие такие истории случаются с людьми. Многие люди прожают за другими людьми, и тогда другие люди имеют злой спирт, и они ввели в атаке. Потому что, да, люди здесь удивляют, что молятся за других, да, и чувствуют, как давление такое, да, вот, сталинское на них идет. Для меня, да, я вообще постоянно изгоняю бесов из людей многие годы уже. И когда у нас есть близкие отношения с Иисусом, мы разбираемся, да, со всеми грехами внутри себя. То дьявол просто, ну, нет, никаких шансов атаковать нас. Еще какие-то вопросы, да? Пожалуйста. Я сама из Грозного, это мусульманство там. И когда я там жила, то Бог мне говорил, чтобы я благовествовала. И, ну, благовествовала, сказал, так сказал, но я ничего, ну, видимо, не реагировала. А потом он стал говорить, горе мне, если не буду благовествовать. И я как-то и перепугалась, и, ну, стала благовествовать там у Грозного. И когда я вот людям говорила про Иисуса, ну, вот так же, в автобусе, в общественном транспорте, может, вы переведете? Я учитель, но я из мусульманской калии, из мусульманской республики, в Крозне. И я слышала от Бога, что я начался говорить о Господе, но я боюсь. И я подумала, что нет. Если вы не проживаете, то я также начала общаться с людьми, как вы, в публичной транспортации. Я спрашивал, говорил о том, что раскаивается в том, что сделал что-то в своей жизни неправильно. Я ему говорила, как надо молиться, и что Иса есть жертва за грехи, и что через него будет оправдан каждый человек верующий. И, в общем, я хочу сказать, что иногда Бог побуждал меня петь какую-то песню прямо в автобусе. Я вначале угошала Духа Святого, когда мне такой Дух Святой побуждал, а потом я поняла, что бывает от самого себя противно, когда ты угошаешь Дух Святого. И уже говорю, Дух Святой, если ты хочешь, чтобы я это делала, дай мне мужество. И он мне давал мужество, и я, давай, что надо, говорила, или пела, если что-то надо. И потом такая радость приходила к Духу Святому, это просто не передать. Потом... То есть, это просто? То есть, когда я впервые начинала, я даже underlined the words of the gospel and the book in the native language, и я показала людям, чтобы читать, потому что я не знал, как сказать это в моем сердце. То есть, люди начали решать ситуацию, и насчет помощь, и я encouraged их. И в моем случае, когда Господь сказал мне, например, на бас, чтобы sing, 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 sing a song. И я впервые, и я не могла, но я не могла, но я не могла, что я не могла, что я не могла слушать. И когда вначале я благовествовала просто по поведению, потому что Бог сказал, то это не просто меня Дух Святой вел, а потому что я старалась со своими силами. И в то время я замечала, что люди начинали к своим богам добавлять еще и Иисуса. То есть, Он у них становился в какую-то очередь среди этих вот идолов. И я немного терялась в этом, потому что понимала, что как-то надо до них, как это донести, до них надо правильно, чтобы вот это вот, вот это вот, с этим язычеством как-то. И вот, вот это вот, вот такие ситуации, потому что я разные пропадала, и из-за этого Дух Святой уже стал вести меня, что надо говорить. Я заметила, что обязательно Дух Святой знает, в чьё сердце говорит, когда побуждают меня, и что бывает именно тот, в чьё сердце говорит Дух Святой. в этом маршрутке или автобусе. И один раз был такой случай, когда там один мужчина возмущенный такой побежал, чтобы меня могут замкнуть. Но я же просто, я просто так отвернулась, и Дух Святой мне дальше дает слова, какие надо говорить, они такие нейтральные, они такие не агрессивные. И я продолжаю говорить, и люди видят, что я его и не боюсь, этого человека. И он тоже, ну, подбежать там, он подбежал, чтобы меня запугать, но всё равно он ничего не делает, он просто недовольный, отошёл там, и всё такое. Ну, в общем... В общем, нужно слушаться Бога, да, не самим как бы... Нет, если вы будете стараться, да, и вообще в христианской стране очень легко это благовествовать. И какие-то страхи, это вот какие-то комплексы, которые вот, ну, они не от Бога. Просто просить надо Бога, чтобы это он убрал, и спокойно благовествовать можно. Но я здесь вот, вот здесь в России, я тоже благовествовала, и в автобусе, и всё. Но меня сразу как террористку воспринимали, и... Ну, вы тоже были такие немножко, такие ситуации, что страхи в автобусе люди ехали, там, хоть бы доехать, теперь спокойно, вот, всё ли со мной в порядке, либо. Вот, и потом, что внешность... Так, мусульманская? Мусульманская, да, я вначале ещё подумала так, потому что один раз повыскакивали с автобуса все, побоялись, что сейчас что-то с автобусом произойдёт. Я ещё подумала, может, мне надо это уже имидж поменять, там, всё такое. Вот, а потом, да, я получила от Бога слово, и поняла, что не надо менять имидж. Всё ещё, всё да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мне message. So, she just said that, first, as she chose herself to share the gospel with God, it didn't always work, it sometimes work that people just accept Jesus as one of, you know, the gods, as one of the idols, because it was not from the Holy Spirit, you know, she didn't know exactly what to say, but as she asked God to teach her, to lead her in this gospel, she always heard the necessary words to special people, how to say, what to say, so that people really opened their hearts and received the Jesus, and there were different situations when, you know, that she was there. Wonderful. That's a very good testimony. Спасибо, замечательное свидетельство. As you do more witness and God will guide you what to do. God will, as you do more witness and God will guide you what to do. И чем больше, да, вы будете свидетельствовать, Бог больше будет, ну, направлять вас, как это делать. I hope more of you will be like that, too. И я верю, что многие из вас будут так же, как и она вот свидетельствовать. God will be pleased with you. И Бог будет доволен вами. And we need more people like that to bring about revival. И для того, чтобы пришло пробуждение, нам нужно больше таких людей. А когда люди в страхе, то какое может быть пробуждение? So the main point is that if you say, it doesn't matter, and then you keep going for the Lord, then you'll be used by God. And God will be pleased with you and guide you. Да, и когда вы говорите, ну, несмотря ни на что я буду это делать, то Бог будет вам помогать, вести и будет доволен вам, принесет пробуждение. Now, in the last few days, I've talked about how to witness, how to pray for people. И вот, да, последние дни я училась, как молиться за людей, как свидетельствовать. I will just tell you very briefly what to do again. И еще кратко, Волга, просто напомню, что делать. First, listen to people, respond to their feelings and their needs. То есть, первое, да, мы слушаем, мы слушаем человека, мы слушаем их мысли, чувства. И заботимся о них. When they feel loved, they will trust us. And then share about how we or someone else has experienced their similar experiences, their negative experiences. Потом мы рассказываем историю, как вот, или мы переживали подобное, что с ними случилось. Или переводим примеры других людей. And how we experience help from the Holy Spirit. And how we experience help from the Holy Spirit. And ask them, if the person is willing to let us lay on them and pray for them. И если люди не против, тогда мы молимся, возлагаем руки, молимся за них. And if they are willing, then we will lay on them. И если они хотят, то мы возлагаем руки на них. But then, be very careful with people of the opposite sex. Но очень осторожно будьте с людьми противоположного пола. To avoid any mis-understanding. Чтобы избегать какого-то недопонимания. Or any sexual sins. Или каких-то сексуальных грехов. And also when you, when men lay hand on women. Когда мужчины возлагают руки на женщин. Это должно быть в каком-то общественном собрании. Чтобы другие люди также присутствовали. И лучше тогда руку на плечо помогать. Для девушек одетой, как я, с открытыми плечами. Я вообще как-то стараюсь даже не касаться тогда кожи. И потому что я вот просто так, чуть-чуть, да, вот совсем. Чтобы, ну, никакого непонимания не возникло. Поэтому нам всем нужно быть очень осторожными. И тогда мы обращаем свое сердце к Богу. И не просто мы какими-то словами, там, по-диву. Мы просто любим Бога своим духом. The more you do that, you find that when you love God or believe that God loves you, the power of the Holy Spirit will come upon you. Просто мы должны переживать вот это, любовь Божия, да. Чем больше мы будем переживать, что Бог нас любит, да. Мы будем чувствовать, ну, и силу от Него. There are four things that can help. Four things that can help. First, relax our own body. Четыре, значит, что нам нужно помнить. Первое, расслабим тело свое. Второе, мы представляем, как Иисус стоит напротив нас. And number three, have our spirit go to Jesus, to love Jesus. Третье, мы располагаем свой дух к Иисусу, любить Его. Or believe that Jesus is loving you. So, worshiping spirit. And number four, spend long time praying every day. И четвертое, продолжайте долго молиться каждый день. First, in concentrated prayer. Первое, концентрируемся на молитве. And second, also when you are doing other things, love Jesus at the same time. And perhaps, когда какими-то вещами заняты, делами, продолжать любить Иисуса. That way you build up strong anointing. And after you finish praying, you say this. And after you finish praying, you say this. I would like you to say after me, please keep your eyes closed. What have you experienced during the prayer? И что вы почувствовали во время молитвы? Почему мы вылепите, да, закройте ваши глаза? Потому что, когда они открывают глаза, они уже начинают отвлекаться и забывают вообще, что они ощущали. И мы спрашиваем, что они почувствовали, чтобы они вообще сами поняли, что с ними произошло. И мы должны сказать, что сейчас Бог с ними сделал. И тогда сказать, что Бог благословил вас сейчас, забрал ваши какие-то переживания, время, дал радость, благословение. Вы хотите, чтобы Иисус продолжал благословлять вас? Если люди готовы, то мы можем говорить об Иисусе, которое умерло за Ним, за грехи. И вести их к тому, чтобы они исповедовали свои грехи и приняли Иисуса как спасителя. То есть, вот это как такая краткая, простая форма, как мы это делаем. Мы уже не практиковали это в последние дни, не помните? И поэтому, пожалуйста, помните, что нужно сказать, пожалуйста, закройте свои глаза. И скажите сейчас, пожалуйста, закройте свои глаза. Что вы почувствовали во время молитвы? Или даже не закройте свои глаза, а держите глаза закрытым. То есть, как бы не открывайте глаза, да, вот человек же закрытым, глаза и молится. Не открывайте свои глаза, что вы почувствовали во время молитвы? То есть, сейчас так вы можете практиковаться друг с другом, с верующими, просто вот это злоколение. Прогайте руки, как бы, да, спрашивайте, что вы почувствовали во время молитвы? И таким образом, да, вот будьте получать этот опыт. The only thing to watch is, if you feel that you have evil sphere inside you, if you think you have evil sphere inside you, You have to have the pastor pray for you to try for the demons, before you lay hand on people. Don't lay hand on people when you have evil sphere. Да, тогда вам нужно попросить пастора, чтобы он молился за вас, за освобождение, чтобы вы не разлагали руки, да, вот таким вот, страмболем. And second, if you have, you know, emotional problems, serious emotional problems, then you should handle this problem. If you have this problem, you should not lay hand on people. И также, если вы, вот, какой-то национальный, да, вот, проблема сталкиваетесь, вам нужно сначала разрешить эту национальную ситуацию, вот эта проблема, а уже потом только молиться, возлагать руки на людей. Потому что вы также будете влиять на людей, с которыми вы молитесь. Окей, at this point, it's most important that you start to do what I have taught you. То есть сейчас, просто, что самое главное, вопрос начинать делать то, что вы молитесь. И продолжайте молиться за тех людей, за которые вы сказали, что вы уже можете молиться. As yesterday I asked you, how many people you can think of that you can go witness and then pray for them? How many, if you have three, you raise up three fingers, you have ten people, raise up ten fingers, how many people you can think of that you can lead them to Christ and pray, lay hand on them and bless them? How many people can you think of that you can do? Вчера я вас спрашивала, да, сколько людей вы представляете, за которых вы можете молиться, да, вот, кто у вас едет в концерте, вот даже сейчас, вспомните этих людей, сколько этих людей, там, два, три, десять, поднимите свои пальцы, покажите мне, да, вот, сколько есть людей, вот, за которых вы уже сейчас готовы молиться. Я хочу видеть ваши пальцы. Окей, now I ask you to stand up now. Stand up now. Вставайте сейчас и поднимите эти пальцы. За каждого подняться или за всем вместе? Ну, сколько вот у вас людей есть, да, за которых вы представляете, что вы можете молиться, сколько это пальцев? Мы все вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы просим, чтобы ты нам дал желание, большое желание принести Евангелие людям, чтобы мы превозмогали наши страхи, имели помощь от Бога, и были смелыми нести Евангелие, и были смелыми молиться за людей. Господь Иисус, дай нам смелость, дай нам мудрость, дай нам помазание Святого Духа, молись за тех людей, которые сейчас есть у нас, и мы молимся, чтобы ты направил нас, как внести Евангелие тебе людям. И дай нам смелость молиться за них. И давайте все вместе скажем, Господь Иисус, Господь Иисус, благослови этих людей, благослови этих людей, дай нам смелость нести Евангелие людям, используй наши жизни, Иисус, чтобы мы не были неплодовитыми, чтобы мы принесли плод тебе. Господь Иисус, яви милость свою Россию, яви милость свою нам, используй наши жизни могущественно для славы Божьей, и для их спасения. О, Господь Иисус, измени Россию, и пускай больше людей приходят к Иисусу, эта земля, она изменится, и церкви будут сильнее, и пробуждение придет. Господь Иисус, дай нам смелость, help us to do it. Hallelujah. Let's cry out, Lord Jesus, help us to do it. Help us to do it. Lord Jesus, help us to do it. Give us strength. Give us wisdom. Give us anointing, the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, we can do it. Yes, we can do it. Yes, we can do it by the help of God. We can do it by the help of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise to you, Father. Hallelujah. Give compassion to save the lost. Hallelujah. Father, give the compassion to save the lost. Господь, у тебя есть сострадание, помочь спасать людей. Господь хочет, чтобы они обретали жизнь. Ты не хочешь, чтобы они погибли. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. I want to encourage you that if we save one soul, it's really pleasing to the Lord. Я хочу вас больше. Даже если мы приводим к Христу одну душу, это Бог очень радует. But if we have people that we should witness to you, and we don't do it. Если у нас есть какие-то люди, которые мы можем здесь, и мы этого не делаем, we are owing those people the debt of the gospel. То мы этим людям, как бы, ну, мы должники перед ними, потому что мы не принесли им Иоанна. В первую очередь, это ваши родственники, соседи, друзья. И если мы не свидетельствуем им, то однажды Бог спросит нас, почему ты не свидетельствовал им? Я думаю, что Бог будет управлять нас, чтобы всегда делиться Евангелем. И также побуждайте других христиан любить больше Иисуса. Не просто евангелизируйте, а помогайте другим возрастать любви к Богу. И иметь близкие отношения с Ним. И иметь близкие отношения с Ним. Иисус. 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 Иисус.